Отключим к нашему эфиру эксперта Центра оборонных стратегий, капитана первого ранга запаса ВМС Украины, Андрей Рыженко. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Андрей, скажите, пожалуйста, или объясните и нам, и нашим зрителям, что такое корабли-призраки? Ну, я бы начал с того, что в Российской Федерации есть специальное такое подразделение, называется оно ГУГИ. Это Главное управление глубоководных исследований. И задача этого подразделения, одна из задач, как раз является проведение диверсии с объектами морской инфраструктуры. В первую очередь это глубоководные кабели, это газопроводы, это ЛНЖ-терминалы, которые находятся на побережье морском. Это объекты, генерирующие энергию, опять же, которые находятся вдоль побережья, либо на море. И это подразделение достаточно старое, оно было сформировано еще в Советском Союзе, и оно специализируется, в том числе, и на этих мероприятиях. Если говорить, сейчас Россия, она серьезно уступает в военных аспектах силам военно-морских сил НАТО на море. Особенно это касается Балтийского моря. Балтийское море с недавних времен, там только 7% побережья контролируется Россией, а 93% странами НАТО. И фактически Швеция решение уже очень близко. А оно очень нужно для России, для свободы судноплавства, потому что там серьезные потоки нефти идут с российских портов. Кстати, вот этот датский пролив, несмотря на то, что он такой небольшой и такой стесненный, скажем так, он ходит в пятерку наиболее загруженных проливов мира по перевозке нефти. И как раз основная масса ее идет с России. Вот им нужна свобода судноплавства, чтобы каким-то образом, ну скажем, нейтрализовать вот это вот превосходство военное, блока НАТО. Они сейчас ищут такие как бы пути возможного влияния на эти страны. Вот как раз вот поиск, вот вот эта разведывательная деятельность, про которую вы говорите, она может стать основой вот этой, скажем, вот деятельности диверсионной. И корабли-призраки, это, ну, это фактически вот те корабли, гражданские корабли, которые осуществляют судоходство. Каким-то образом Россия влияет, либо это под российским флагом, либо это российские экипажи, либо российская компания является оператором. И они, в общем-то, могут делать такую попутную разведку. Вот, но она была широко распространена в советское время. Сейчас, видимо, опять же, такая практика восстановилась. То есть, они следуют по какому-то маршруту своему штатному и собирают вот такие данные, где находятся вот эти вот ветряки, где объекты инфраструктуры и так далее. И потом вот эти данные, ну, передают какой-то там установленный, скажем, там центр. Дальше эта информация, она обрабатывается и, в общем-то, обозначаются вот эти вот места скопления вот этих интересных для России объектов для того, чтобы, ну, возможного там какого-то огневого влияния на них для того, чтобы экономику вот этих стран в первую очередь подорвать. А, ну, например, вот подводные кабели в Балтийском море их очень много. И глубина там средняя составляет 54 метра. То есть, это немного. А, ну, по ним идет очень большое количество информации. Фактически весь интернет идет по подводным кабелям. Есть кабели, которые энергетику, то есть электрическую энергию, они, в общем-то, перекачивают. И повреждение такого кабеля может вызвать убытки в миллиарды евро. Ну, естественно, парализовать там банкинг, например, там цифровые какие-то технологии передачи цифровой информации и так далее. То есть, это сейчас век развития вот этих вот технологических процессов. Это очень важно и может быть болезненно. Поэтому на это, я так понимаю, и сейчас направлена работа вот этих суден-призраков. Андрей, а каким образом можно бороться с подобным явлением? Ну, бороться, опять же, видите, ну, этот репортаж, который недавно был сделан журналистами скандинавскими, это, в общем-то, ну, как бы открытая часть этого всего. Ну, и, в принципе, если он есть, это уже говорит о том, что даже, скажем, ну, не специалисты видят это. Ну, то, что, например, НАТО и страны, ну, скандинавские занимаются этим вопросом, это, в общем-то, ну, достаточно давно. Потому что Россия, она показывает интерес вот как раз к местам, где находятся вот эти, особенно подводные кабели, газопроводы и так далее. Опять же, вот в этом ГУКе, Главном управлении глубоководных исследований, там есть специальные суда, два судна, значит, они недавно были построены, там есть очень серьёзная аппаратура, которая позволяет проводить подводные, глубоководные спуски. Ну, эти суда известны, и, в принципе, их можно отследить, они отслеживаются, появляются они в очень интересных местах. Ну, и, соответственно, дальше там подключается дипломатия военной силы. У них, кстати, есть и подводный флот, у них есть две подводные лодки, переделанные с атомных. Они являются носителями таких вот подводных лодок меньшего размера. Вы, может, помните, Лошарик была такая там история, когда авария случилась. И они могут в любую точку фактически завести вот эту меньшую подводную лодку, а эта меньшая уже может нырять на очень большие глубины, больше километров. И поэтому для того, чтобы противодействовать этому, нужно, первое, вести самим наблюдение за действиями вот такими. Ну, и второе, в общем-то, предусматривать мероприятия по защите своей критической инфраструктуры. То есть, если есть информация, что какое-то подозрительное судно долго там находилось, то, в общем-то, каким-то образом проверять безопасность своих систем. Возможно, устанавливать свои стационарные системы охраны. Либо вообще объявлять вот эти вот районы, в которых есть вот эти вот свои какие-то бумажные объекты, подводные инфраструктуры, либо надводные, ну, закрытыми, либо там какой-то радиус безопасности объявлять и так далее. То есть, таких мероприятий может быть много. Но сейчас, ну, уже очевидно, что есть такая, ну, озабоченность, скажем, тем, что есть угроза вот этим объектам. И я думаю, что, ну, такие мероприятия будут проведены. Ну да, вот, кстати говоря, еще 16 марта НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное учреждению новой целевой группы по вопросам устойчивости, цитирую, критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы. Так что мероприятие уже проходит. А скажите, пожалуйста, Андрей, вот ты хочешь с вами обсудить детально еще один момент. Вот недавно Путин встретился с Шойгу по вопросу внезапной проверки Тихоокеанского флота Российской Федерации. Шойгу заявил, что силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации по завершению этой внезапной проверки. Расскажите, пожалуйста, вот важно ваше экспертное мнение. Что из себя представляет тот самый Тихоокеанский флот Российской Федерации и с чем была связана эта проверка внезапная? Ну, смотрите, в советское время это был очень большой флот. Там только количество подводных лодок там превышало 100. А когда со спадом Советского Союза очень быстро количество кораблей, подводных лодок там сократилось. Ну, это в первую очередь связано с тем, что, ну, во-первых, там особенные такие климатические условия, там очень высокая влажность. И если не проводить технический регламент положенный, то техника гораздо быстрее выходит из строя, например, если сравнивать с тем же Балтийским или Черноморским регионом. То есть количество кораблей, сил, оно значительно там сократилось. Значит, потом, ну, вот, когда вот пошло там небольшое такое, скажем, восстановление экономики России, и вот с 10-го года они приняли кораблестроительную программу новую там, то первым приоритетом было строительство кораблей для Черноморского флота для Балтийского, для Северного. Тихий океан, он так немножко был на задворье. Вот, практически все живое, что у них было, они отправили год назад в Средиземное море перед началом войны против Украины. И там этот флот их во главе с крейсером однотипным до Москвы, он «Баряк» называется сейчас, когда-то это была «Червона Украина». Он простоял там очень долгое время, чуть меньше года. Вот, сейчас они вернули эти свои силы туда. Единственное, сейчас начали строить подводные лодки, вот эти вот классы «Килов 636.3». Сначала их построили для Черноморского флота, мы знаем, 6 единиц. Сейчас вот вводятся уже для Тихоокеанского. Ну, хотя, в общем-то, ну, потенциал поднимается, но очень слабо. Что еще характерно, очень много подразделений, в том числе и Тихоокеанского флота, было забрано на войну в Украине. Ну, например, вот эти вот две бригады морской пехоты, их уже хорошо знают в Украине. Это 40-я и 155-я, которые, ну, в общем-то, крайний раз были разбиты под Угридаром. Вот, и, то есть, сил там, в общем-то, немного, и, видимо, ну, видимо, какие-то индикаторы были в России того, что там есть угроза. И, ну, видимо, чтобы показать там какое-то внимание, вот и была объявлена эта проверка с такой помпой там и так далее. Хотя, ну, я знаю, что их проводилось там и раньше очень много. Ну, чтобы так вот, с такой рекламой, это, в общем-то, нечасто бывает. Поэтому я думаю, что проблемы там действительно есть с уровнем боевой готовности. Андрей, скажите, пожалуйста, насколько дорогостоящими являются учения подобного масштаба или проверки подобного масштаба? Ну, учения вообще флотские, они очень, они дорогие. Ну, чтобы вы понимали, пребывание фрегата одного, ну, вот, 11.35, точка 6 в море, это, ну, 50-100 тысяч долларов в день, в зависимости от режима эксплуатации двигателей. Тем более, что, ну, вот эти вот корабли советской постройки или даже, или российской сейчас, они, в общем-то, не являются такими экономическими по топливу, поэтому очень большие идут вытраты. Ну, и плюс сама техника, она тоже не отличается надежностью, поэтому вот этот весь, вся эта амортизация, она потом приводит к тому, что надо технику ремонтировать. Ну, в России были такие, в общем-то, попытки, ну, привлечь технику западную, которая гораздо более надежная на свои корабли, но, в общем-то, санкции им этого не позволили. Ну, самый простой пример, например, дизельный двигатель производства немецкого, например, компании МТУ, имеет моторесурс 30-40 тысяч часов до ремонта, а такой же дизель, например, производства российского, имеет ресурс 3000 часов, то есть 10 раз меньше. То есть его просто фактически нужно чаще заменять. Когда корабли находятся в море, у них, ну, постоянно работают дизель-генераторы, которые вырабатывают электричество, то есть через определенное количество времени нужно их менять, ремонтировать. Это тоже серьезные вытраты. Да, ну, Андрей, можем ли мы предположить, что, например, подобного рода мероприятия сейчас организовываются, потому что, во-первых, российские власти и военные командования российских оккупационных войск прекрасно понимают, что приближается их конец, а значит, надо урвать как можно больше. Организовали учения, списали некоторые моменты или дописали там несколько ноликов к тем суммам, которые, по идее, должны быть затрачены на проведение подобных мероприятий. Все хорошо, вышли в плюс. Ну, то, что коррупция там есть, это 100%. Но я думаю, что есть у них статьи, где они могут сделать это гораздо больше. Это касается строительства оружия, строительства баз. Потому что сейчас они, в общем-то, очень сильно, достаточно сильно наращивают это за северным полярным кругом. Там это стоит очень дорого. Строительство стоит очень дорого. Есть там проекты, в общем, ну, это может быть тоже. Но я думаю, что тут, в принципе, я связываю это как бы с тем, что есть действительно какая-то обеспокоенность как раз вот регионам Дальнего Востока. Потому что, опять же, ну, вот сейчас за информацией различных, скажем, иностранных аналитиков от 90 до 95% потенциала сухопутных войск, ну, в том числе вот и морской пехоты, оно России задействовано на войне с Украиной. Понимаете? То есть, вот этот восточный военный округ, он является, ну, вместе с центральным, самым большим. И там фактически войск нету, и там, видимо, вопросы появляются и по морю, потому что там есть позиции Японии, там Китай сейчас, там, в общем-то, какие-то... Ну, я связывал бы это учение, скорее, с контактами России и с Китаем, в первую очередь, потому что там вот эти переговоры идут постоянно. И, видимо, ну, возможно, что-то пошло из этих переговоров. Да. Андрей, спасибо. Громадная, очень интересная, содержательная беседа. Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса ВМС Украины, был в эфире телеканала Freedom. Спасибо большое.